Всем привет! Я у меня с вами, с Флейтой, с хорошим настроением и с маленьким помощником, который спит в соседней комнате. Он же является причиной моего длительного отсутствия на канале. И я надеюсь на регулярность выпусков, обещаю сама себе, буду очень стараться. Благодаря вашей поддержке в комментариях я решила создать вторую страницу на Routube. Туда я буду дублировать наши с вами занятия, чтобы мы с вами не потерялись. Заходить туда, подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки и прочее-прочее. Также прошу меня понять и простить. Я буду записывать уроки в свободное от другой работы время. Из-за того, что у меня не было так долго в практике, мне придется останавливаться вместе с вами. И это займет некоторое время. Я думаю, для вас это может быть интересно, может быть для кого-то и актуально. Так что приступим. И хочу начать сегодня наше занятие с Виттл Тон. Интересно на самом деле в данном случае наблюдать за собой и со стороны. Я наблюдаю со стороны за мышцами, которые у меня работают. Пытаюсь успокоиться. Своего рода это медитация для музыканта. Восстановление навыков каких-то неутраченных. Но все-таки мышцы, они имеют память. И мышцы забыли. Им надо объяснить, что нужно делать. Вот, есть призвук некий. Не знаю, слышно вам или нет. Но все-таки фажолет на ту соль я нашла. Хотелось бы очищать, но этого, я думаю, мне на сегодняшний день пока достаточно. Я теперь буду выводить из свиста звук. Не тут-то было. То есть у меня появился фажолет нижний, фажолет верхний и звук. Очень неплохо. Ла-ла-ла. Ла-ла. Ла-ла. Степ-а-степ. По чуть-чуть. Взяли фажолет, звук. Фажолет-звук. Во-первых, это помогает сконцентрироваться на формировании звука. А во-вторых, включить мышцы в работу. Таким образом мы получаем свободный от каких-то зажимов звук, с которым можно будет дальше работать. Есть много разных упражнений для восстановления, для формирования звука. Разной школы. Я для себя выбрала то, что на мой взгляд более рабочее. То, что для меня больше подходит. Возможно, вам потребуются какие-то другие упражнения. Если вы о них знаете, если вы что-то еще используете для быстрого нахождения звука, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я буду очень рада почитать. Я все их читаю. И продолжим. Следующее упражнение, которое я для себя выбрала, это фурлата. Техника фурлата позволяет связать октавы между собой и найти точку опоры, включить вашу диафрагму по работам. Приступим к вспоминанию того, как опирается фурлата. мы говорим букву Р. Технически это так. То есть мы играем с буквой Р. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и следующее упражнение, любимое всеми учителями в музыкальных школах, это длинные ноты. Каждый раз нужно ставить перед собой задачу, зачем вы это делаете. Если хотите вы вибрацию получить, или вы хотите просто найти звук, или ровную ноту хотите сыграть, или получить появление ноты, уход ноты, возможно вы будете работать над филировкой, над громкостью звучания. То есть каждый раз приступаю к упражнению с длинными нотами, ставьте перед собой какую-то конкретную задачу. Для меня сейчас задача это поиск звука и ровная нота. А.Семкин Корректор А.Егорова Я получила ровную ноту по длине. Меня это вполне устраивает. Для первого занятия это тот результат, который бы я хотела получить. Ну вот, на сегодня наша разминка подошла к концу. Я надеюсь, вы повторите то, что я вам сегодня показала. Я сама попрактикуюсь несколько дней и вернусь к вам с результатами и следующими уроками. Всем пока!